Я с большим удовольствием предоставлю слово Михаилу Смолову. Владимир Владимирович, напомни мне замечательную историю. Я однажды выступал перед родителями, и ко мне бросилась старенькая-старенькая бабушка. И сказал, закричал, я воспитывалась на ваших стихах. Тут все рассказывали про прозу, а я тогда расскажу что-нибудь про стихи. Я заготовил огромный доклад на тему, которая заявлена в нашей программе. И ничего не буду по этому поводу говорить. Расскажу несколько маленьких эссе, очевидно связанных с переводом и со стихами. Две недели назад в Петербурге скончался Игнатий Михайлович Ивановский, последний живой ученик Лозинского. Игнатий Михайлович был поразительным совершенно человеком. Он, в частности, мне звонил примерно раз в неделю и спрашивал, «Михайлович, у вас есть 42 секунды?» Я говорил, есть. В эти ровно 42 секунды он укладывал какое-нибудь очередное четверостившее, которое он написал или перевел, и вешал трубку. Однажды он позвонил мне и сказал, «Вас есть там очередные 40 секунд?» и прочитал четыре строчки, которые я с тех пор чуть ли не каждый день себе повторяю. Строчки такие. Луна взошла на небосвод и отразилась в луже, как стихотворный перевод. «Похоже, но похуже». Я не буду комментировать эти какие-то вещи. Маленький эпизод из истории. Я был учеником Ефима Григорьевича Еркина в свое время. И на моих глазах проходила вся эта история его изгнания из страны и практически попытка его уничтожить, которая ни к чему не привела. А все началось в 1968 году с одной фразы, которую, очевидно, многие из вас знают, эту историю, цензура изъяла из предисловия Эткинда к двухтомнику «Мастера поэтического перевода». Я даже, чтобы не ошибиться, прочту это. Сейчас найду просто текст. Вот. Фраза эта такая. Русские поэты, лишенные возможности выразить себя до конца в оригинальном творчестве, разговаривали с читателем языком Гёте, Арбелиани, Шекспира и Гоголя. И Юго, простите, конечно. И Юго. Вот с этой фразы все началось. И несколько лет спустя Ефим Григорьевич в книге «Записки незаговорщика» запроводил эту фразу, рассказ об этой фразе двустишием ленинградской поэтессы Татьяны Галушка стихотворением, написанным в 60-е годы. Эти две строчки тоже, наверное, вам хорошо известны. Они звучат так. «Из Гёте, как из гетто говорят обугленные губы пастернаку». Я позволю себе прочесть несколько шире эту цитату, чтобы было понятно, какой это хорошее стихотворение. Стихи такие. «Ой, иностранцы, как вам повезло! Вы в переводах гениальны дважды. Нам открывало вас не ремесло, но истинной преследуемой жажды. Благословляю этот плагиат, когда, прибегнув к родине и нахой, Из Гёте, как из гетто говорят обугленные губы пастернака. Когда дыхание не перевести от ужасов стоактного Макбета, Что оставалось русскому поэту? Раскрыть Шекспира и перевести в сердца живущим трубы тех аорт. Ведь крови цвет сегодня тот же, красный. Но авторство, поскольку автор мертв, В верховном беззнакомии не подвластно». Ну и переходя к нашему времени, сегодня уже об этом, вот мой товарищ Женя Водолазкин Много про это говорил сегодня. Всё-таки вот постсоветское пространство Открыло нам возможность общаться с авторами. Это огромное достижение, вспоминаю, опять же, своих учителей, Которые никогда не выезжали в страну с языка, который они переводили, Литературу, которую они переводили и так далее. У нас, конечно, появилась совершенно другая возможность. И я вспоминаю ещё одну историю, достаточно забавную, работы с замечательным французским поэтом Мишелем Деги, старейшиной сегодня во Франции. Он, по-моему, чуть ли не самый старый из всех живущих поэтов Франции. Произошла такая история, которая тоже не показательна. Мне позвонил мой старый товарищ Геннадий Айги и начал очень просить меня перевести, взяться за перевод книги его Друга Мишеля. Поскольку я в стихах Деги ничего не понимал, я сказал, что я переводить не буду. Он меня уговаривал, уговаривал. Длилось час по телефону, наконец, я не выдержал и спросил, а для какого издательства эта книжка готовится. И когда Геннадий Николаевич сказал, какое издательство, я сломался. Представьте себе, что вам звонит поэт Геннадий Айги, просит перевести стихи Мишеля Деги для издательства ОГИ. Это еще был Зачин. Зачин хороший. Я действительно взялся за этот перевод и начал переводить. И вот тут случилось то, о чем говорил Евгений Водолазкин, о чем мы все знаем, начался ужас. Значит, Мишель, как человек пожилой и весомый, стал на меня давить и требовать, чтобы я переводил совсем не так, как я перевожу. Из всех ситуаций я могу вам рассказать один несколько такой скользкий, скользковатый эпизод, но тем не менее я расскажу. У него было стихотворение, и оно есть в книге, оно осталось, посвященное его старшему товарищу, многолетнему другу, румынскому поэту Васко Попе. Стихотворение это по-французски начиналось со слов «Попа!» – восклицательный знак. «Вспоминаю вас так-то и так-то». Я ему говорю, дорогой Мишель, я, конечно, могу так перевести, но меня читатели не поймут. Давайте скажем «Васко». Он говорит, нет, только Попа. Я его по имени никогда не называл. В общем, мне с огромным трудом удалось напечатать «Васко Попа». Так что вот эти ситуации, связанные с живыми авторами, они, к сожалению, существуют. Мне сегодня вот мои друзья перед началом нашего конгресса уже рассказали несколько подобных историй, когда переводчик доводит, то есть автор доводит переводчика до белого колена. Это было. Не хочу занимать у вас много времени, просто мне хотелось немножечко сегодня стихов каких-то почитать. И я подумал, давайте-ка я сейчас рискну. Я вам сейчас прочитаю свой перевод из Верлена. Я его никогда еще в жизни никому не читал, кроме своей жены. Она одобрена. Это меня несколько вдохновляет. Это к вопросу о перепереводе. Я там целую статью написал, вот сейчас, думаю, вам прочитать по этому поводу, но ничего читать не буду, а просто прочту стихотворение с легким ужасом, потому что это стихотворение называется «Искусство переводка». И вы его все хорошо знаете. По крайней мере, в переводе Бадис Алиныча и Пастернака. И взялся я за этот перевод отнюдь не потому, что перевод Пастернака устален или плох, он великий перевод, а потому что в оригинале несколько все по-другому. И я попробовал это сделать. Поэтическое искусство. Музыка. Вот что на первом плане. Нечетно сложный, держи размер. Это подобие воздушных сфер. Все невесомо, зыбко, в тумане. И вот еще что не забудь. Слова темные к ясному подбирают. Чем нам понравилась песня Хмельная? Тем, что таким подбором жива. Этими взглядами под вуальку. Этим летним зноем в наплёст. Этим сумбуром осенних звёзд. Охлажденных безмерной галькой. И вот еще что. Не забудь намек. Оттенок, который сквозит и тает. Лишь он оправданно сочетает мечту с мечтой и сплейтой рожок. Кошлая шутка и смех порочный. Гонит за шею финальную дурь. От них рыдает моя лазурь. От этой кухни насквозь чесночной. А красноречью под зад ногой. Гони прочь аномальное говоренье. Рифму умерь. Прояви терпенье. А то уведет тебя за собой. И кто придумал эту пустышку? Безумный дикарь. Глухое дитя. Она позванивает, шутя. Но много опасного в ней. Излишку. Музыку. Музыку мне иди. Чтобы стих твой душой елеем. Уплывал за ней по аллеям. В другое небо. В другой любви. Пусть он, стих твой, заложник бегства. От рассветного ветра пьян. Пахнет, как мято или тимьян. Все остальное в пределах текста. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ